здрасте наши маленькие любители популярной музыки мы продолжаем наш репортаж с кухни ары московской то есть меня как вы помните мы засыпали в этот чан что-то лук чеснок и морковку я плену туда нет честно говоря ну и что туда прервал слава вот а теперь все это немножечко потомилась и мы показываем дальше как настоящий московский плов готовится вячеслав пожалуйста смотрите вот это та самая безымянная битлз чане в руку я знаю какая-то блюджинс какая-то группа которая поедет но видимо это битлз просто мы их не слышали мы тоже не слышали всех битлз что век жили век учат и все это короче вот эту фигню неизвестного производителя все простите надо или можно оставить место у нас было три кусочка а что ты сырое будешь ну короче давай все все это туда закинули вячеслав вы интересовались когда солить вот я вам скажу вот теперь вы знаете да я интересовался когда же солить потому что это получаем письма и зрители спрашивают когда же надо солить но ответа не найти никогда я отвечаю солить можно либо до либо после посмотрите до либо после чего до засыпки риса потому что некоторые вообще не делают зирвак некоторые там сразу я тоже так раньше делал но сегодня хочу попробовать по-другому поэтому мы посолим сразу зирвак если найдем соль скажите что у вас здесь находится у нас здесь видите мы получаем письма и а как подготовиться к этой войне смотрите вот во-первых берете разные крупы пшено так пшено какой фирма агрокультура агрокультура это вот это пшено фирмы проплачет пост нам оооо юмобил импортер в республике беларусь нет а ну короче производство республики беларусь в беларуси же нет фирм беларуси сама фирма вот а вот а дальше что у нас есть пост проплачено у нас есть рис геркулес длиннозерновой или просто зерновой для плова длинный для всего остального получаем письма и макароны перец перец да есть такой черный или красный или длиннозерновой есть греча красный или разный греча 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 потанцуем ооо мир продуктов десант изготовитель упакованные продукции упакованной продукции а упаковывает они упаковый продукцию кто изготовил подожди вот это хорошо неважно пост проплачен а вот такие вот еще я люблю иногда видите яичная лапша а это Ролтон. Я обычно Ролтон не покупаю. Ролтон кто-то купил, а я покупаю вот Дум Густа, он дешевле и такой же вкусный. Такой вкусный как Ролтон? Да. А смотрите, у меня в доме соли нету. Но есть же сода. А есть же, подожди, вот соль. Какой фирмы? Полесье. Полесье, отлично. Мозырь соль, Мозырь соль, вот. Скажите, а она ядированная или обычная? Это же важно. Значит, это тоже Беларусь тоже производит. Мозырь баш. Слушай, я еврей, я покупаю где дешевле. Вот, берем немного соли и солим. Мне кажется, этого даже пока достаточно. Теперь смотрите, вот мы немножко с этим... Сначала был под крышкой, но ладно, фиксим. Теперь берем рис. Обратите внимание, тоже Дон Густа, как и вермишель какая-то там яичная. Дон Густа дедушка этого? Стоит это? Стоит это 40 рублей. То есть не дешевый продукт. Даже, я бы сказал, дорогой. Для москвича, да. Пишут варить 5-8 минут до выкипания воды. Ха-ха-ха. Мы смеемся в лицо. Да, мы смеемся в лицо, да. Все зависит от того, сколько налить воды. Ха-ха-ха. Логично. То есть производитель не указывает, а оставляет свободным вот эту информацию, сколько же воды. Вот так примерно. В какое количество воды мы засыпаем? Посмотрите, что у нас... Смотрите, что получилось с нашей курочкой. Она из красной стала в основном белой. В основном. А есть какие-то фрагменты еще красные? Может быть, это как-то помешать или что-то как-то? Это значит, что она... В принципе, можно жрать уже вот это, понимаешь? Помешать, помешать можно? Можно мешать, можно. А как будет называться вот это блюдо? Скажите, Ара. Наши читатели спрашивают. Это будет самый настоящий плов. Без риса. Обижаете? А это что? Вот смотрите. Смотрите, как правильно насыпать рис. Рис насыпается по кругу. По кругу вот так насыпается. Все так ходят. Но это ничего не значит. Вот так вот он насыпается. Равномерно. Мне кажется, блюдо утонуло. Все, видите? Все, не будет ужина. Потом берете шпатель. Мастерок. И выравниваете шпаклевку. Для этого нам потребуется молдаване. Для этого да. Продолжается пара молдаван. Значит, они выравниваются. Чтобы московский плов приготовить. И так мы поняли. Для приготовления московского плова нужен белорусский рис. И пара молдаван для утрамбовки. Парочка простых и молодых ребят. Да. Вот теперь смотри. Московская водопроводная компания. Компания Московская водопроводная. Московская водопроводная компания. Поставщик. Да. Поставил нам стакан. Так. Нарушается какой-то кармический круг. Понимаешь? То есть не по фэншую, не по ашану. Не по фэншую, не по ашану. Да. Это будет уже. Так. Ты снимаешь? Да нет. Я снял уже все. И значит. И тут уже какой-то. На величину где-то. Говорят, на два пальца надо выше. Два пальца об асфальт, да? Да. Об асфальт, да. Мне кажется, что это преувеличение. Вот. Тут что мы делаем? Смотри-ка. Берем опять нашу белорусскую соль. Силь. Реодированная, кстати, ты спрашивал. Вот она. Да-да-да. Это важно. И опять. Нахуяриваем. Пока. Опять по часовой. Пока есть куда, да. То есть на те два пальца мы захуяряем с солью на остальное, да? Правильно? Ну, немножечко так, да. А те два пальца что же займет? А эти два пальца ты удивишься. Их скоро вообще они с чем-то. Температура у нас самая максимальная. Вот это важно. На какую ставить температуру скажите? Сначала на максимальную. Потому что мы получаем письма, где телезрители спрашивают, на какую максимальную температуру можно поставить? На максимальную, которую дает ваша печка. Печка. Значит, наша печка выдает вот такую. Шесть градусов тепла. Шесть градусов по Цельсию. По Цельсию. Шесть градусов, да. Вот. Закрывайте крышкой. А крышка должна быть какая-то? Крышка с дырочкой. С дырочкой. С дырочкой. С дырочкой, да. Посмотрите внимательно. Вот такая должна быть дырочка. Уважаемые наши дырочки. Так, вот. И вот теперь с этого момента мы идем спокойно, пропускаем еще по несколько рыбок. Вся вода выкипает. Дырочки пришли. Ушли. 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 Так. Вот. И теперь мы все это оставляем. И, дорогие мои телезрители, маленькие любители популярной музыки, потом, минут через 15-20 мы покажем вам результат нашего творчества. Мы положим это все на тарелочку, аппетитненько так, даем морилочки и выпьем вместе с вами за великую силу искусства. А говорят, что плов должен готовиться не менее трех часов. Что вы на это скажете? Ну, вы знаете, я тоже слышал, я даже видел, но я ничего не понимаю. У меня плов почему-то быстрее приготовляется. Вот, наверное, энергетика еще зависит. Потому что, если ты быстро так живешь, разок, то тебе некогда ждать три часа. Вот. Потому что сегодня я где? Сегодня я, например, дома, на кухне. А через час я должен уже быть в кровати. Вот, например. На кухне, опять же. У меня тут есть кровать, кстати. Кстати, расскажите про нее. Производитель неизвестен. Но многие могут упознать по, так сказать. По белорусской ткани. По белорусской ткани. Да, да, да. Вот. Да. Это гитара китайская. Тоже белорусская. Китайская. Но сделана в Белоруссии. В Белоруссии дешевле. Да. Вот этот. Белорусский Китай. Называется она вот так. Амадеус. Моцар. Моцар. Назовем ее просто Моцар. Просто Моцар. Да. вот. Все. Ну, а теперь, дорогие наши друзья. Мы вас немножечко покидаем на рекламу. Уходим на рекламу. А на рекламу. Объяви рекламу. Рекламу объяви. Масло Олейно. Масло Олейно. Масло Олейно. Масло Олейно. Рабинированное. Нет, да нет. Ты слоган придумай. Нет, да. Масло Олейно. Налей и... Налеено. Малейно. Малейно. Налейна! Вот так!